Каждый бизнесмен знает непреложную истину. Предпринимательская деятельность не может быть полностью свободна от государственного контроля. При таком условии на своеобразную авансцену выходит эффективность организации контрольной работы. Она касается как объекта проверки, так и проведения мероприятий по упреждению правонарушений. Конечно, главная задача профилактических мер – донести субъекту хозяйствования информацию о том, что он должен добровольно выполнить налоговые обязательства в полном объеме. В инспекции по налоговым сборам по московскому району города Бреста за 8 месяцев текущего года при проведении 132-х плановых проверок индивидуальных предпринимателей нарушение установлено у всех. Доначислено изысканно в бюджет 1,236,000,000,000. Привлечено к администрированной ответственности 71 индивидуальный предприниматель. Взысканно штрафов 67,000,000. Также предотвращен возврат НДС из бюджета в сумме 480,000,000. Основной контингент правонарушителей – это индивидуальные предприниматели, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, строительных материалов и запасных частей к автомобилям. Злую шутку с горе-бизнесменами сыграла пресловутая авось, понадеявшись на которое, нарушители решили проигнорировать букву закона и налоги не платить. Так, при проверке идеального предпринимателя, осуществляющего оптовую торговлю строительными материалами, было установлено занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость. Из-за невключения в налоговую базу части отпущенного и неоплащенного товара. По результатам проверки, доначислено в бюджет и взыскано 343,000,000,000 налогов и пений, в том числе налога на добавленную стоимость 140,000,000,000. Данная история еще раз доказывает, шутки с государством чреваты серьезными последствиями. Поэтому, чтобы не повторить судьбу неудавшегося бизнесмена и обеспечить себе спокойный сон, необходимо влюсти закон и не уклоняться от уплаты налогов. Продолжение следует...